Свидание с Левитаном – неожиданность даже для сотрудников Приморской картинной галереи. Привозить картину во Владивосток в этом году в планы не входило. Март – шедевр позднего творчества Исаака Левитана – стал настоящим подарком для жителей и гостей Владивостока. Я имею право выразить свое восхищение работой своих коллег. Потому что я представляю, сколько труда, сколько поиска было вложено в то, чтобы одну картину представить таким образом, чтобы показать и всю судьбу Левитана. Мы здесь просто по годам прослеживаем, как много фотографий, как много работ его представлено, как много информации представлено о вот этой прекрасной работе, которую мы, наверное, все знаем с детства. Левитан – один из немногих художников того времени, кто писал именно русскую природу. До 18 века рисовать ее с натуры было немодным. Образцом красоты считалась итальянская природа. А русская природа с ее слякотью, с бездорожьем, с различными состояниями солнца или отсутствием его – это, в общем-то, не слишком эстетично им считалось для художников. И они поначалу вообще не обращали на эту русскую природу никакого внимания. Жанр русского пейзажа рождается с появлением художников-передвижников только во второй половине 19 века. А Исаак Левитан создает еще один, самый сокровенный тип этого искусства – пейзаж настроения. Эта картина отражает настроение художника в 1895 году. Исаак Левитан попал в имение к богатым покровителям, его жизнь упорядочилась, и на картинах появились светлые краски. Этот период творчества Левитана считается самым мажорным. Радостные краски, множество оттенков изображений обыкновенного талого снега и весеннего неба позволяют называть автора Марта русским импрессионистом. Важное значение в картине имеют детали, на которые зритель не сразу обращает внимание. Перевернутая бочка, скворечник, открытая дверь, лошадь с дровнями. Французскими приемами художник пользуется, чтобы передать русское настроение. Вот эта вот стена деревянная дома – это мастерская, которую специально для Левитана построили на территории имения Турчениновых. В этот период своего творчества Исаак Левитан пишет несколько картин и множество этюдов. Но «Март» – самое известное произведение. В 1896 году картину купил Павел Третьяков и выставил в своей галерее. А четыре года спустя Левитана не стало. Художник умер от тяжелой сердечной болезни, не дожив даже до 40-летия. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.